В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Нет своего, забери чужое. По такому принципу жил молодой человек из Кизельурта, пока на его след не вышла полиция. Что по этому поводу говорит сам серийный вор, смотрите через минуту. Отдых должен быть безопасным и законным. Катание на катерах в республике взял под жесткий контроль МЧС по Дагестану. Среди награжденных и корреспонденты телеканала ННТ в Миннации республики подвели итоги конкурса по противодействию идеологии терроризма. Автопробег и 250-летие со дня рождения Мухаммада Яракского прошел в Дагестане. В акции приняли участие сотни людей со всей республики. Трое ранены, один в реанимации. Конфликт со стрельбой произошел в селе Алмах Казбековского района. 43-летний местный житель в ходе скандала выстрелил из травматического пистолета в трех мужчин с 44, 27 и 28 лет. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью полицейскими задержан. Пострадавшим оказывается помощь в Казбековской центральной районной больнице. Возбуждено уголовное дело. Серийного вора задержали в Кизелюрте. 18-летний местный житель сначала проник в салон Мерседес Бензи и украл 70 тысяч рублей и три сотовых телефона. Спустя несколько дней в поселке Тарки, уже во дворе частного дома, он же проник в салон незапертого автомобиля и украл 10 тысяч рублей. Молодой человек вину свою не отрицает и признался, что на отчаянный шаг его толкнула нужда и проблемы с трудоустройством. Все похищенные гаджеты он продал, а вырученные деньги вместе с украденными уже успел потратить. Кроме того, полицейским стало известно еще о нескольких преступлениях молодого вора. Раньше приводы в полицию были? Раньше были. За что? Упекал из зона. А сейчас за что вы задержаны сотрудниками полиции? Сейчас за то, что украл велик и 10 тысяч и два телефона. А до этого вас за велики доставляли воду в полицию? Нет. Вы крали велики давно? Прошлый раз, после того суда больше не было. После какого суда подробнее расскажите? Ну, вот этот суд, который в примере на стороне было после этого. Это в каком году было? Это вот год назад 100%. Сегодня в первой половине дня по улице Камаева загорелась кровля пятиэтажного здания, находящегося по соседству с одним из торговых центров Махачкалы. Спасатели пожара оперативно локализовали. В тушении было задействовано 7 единиц спецтехники. Пострадавших нет, сообщил МЧС по региону. Катание на катерах в Дагестане взяли под жесткий контроль. Очередной рейд с целью проверки и соблюдения правил безопасности при эксплуатации плавсредств провели сотрудники МЧС на Черкейском водохранилище и Сулакском каньоне. Подробности в материале Лорианы Шамхалаевой. Вот так из года в год сотрудникам МЧС приходится разъяснять одно и то же. На судно должны быть документы, а у водителя права. Приходится и напоминать, что слишком большое количество людей на судне и недостаток спасательных средств – тоже серьезные нарушения. На воде, как на дороге, свои правила. Минимальная цена за их несоблюдение – штраф, максимальная жизнь человека. Этим летом из-за большого количества туристов в республике вопросы безопасности стоят особенно остро и рейды приходится проводить чаще. Только за июль-август у нас более 37 рейдов и патрулированы совместно с Росгвардией, совместно с МВД, совместно с Буйнацкого района райотделом, где было составлено более 37 административных протоколов на сумму более 350 тысяч. Основные нарушения в данном направлении – это не зарегистрированы установленные порядки маломерные суда, не имеются права на управление маломерным судном. Также не все используют спасательные жилеты. На катере в этот день удалось прокатиться не всем. Туристов вежливо попросили покинуть незарегистрированные плавсредства. Гости из Ижевска решили не отчаиваться и сплавиться на байдарках. К слову, и здесь необходимо быть в специальных жилетах. Но, как выяснилось, туристов больше беспокоит далеко не безопасность. Мы приехали из Ижевска, Удмуртская республика. Мы уже на самом деле здесь последний день, успели покататься. Грязная вода, пляж, много мусора. В целом все нормально, природа отличная. У нас в целом эти проверки никак бы не коснулись никак совсем. А пожелания в целом для республики, именно для отдыха на каньоне? Хочется какое-то улучшение инфраструктуры, наверное. Планируете вернуться здесь? Очень хочется. Не остался в стороне и глава села Черкей. Он лично приехал на рейд не только, чтобы помочь сотрудникам МЧС, но и поддержать своих односельчан. Ответил он и на замечания туристов. Обещал приложить усилия для того, чтобы сделать отдых комфортнее в следующем году. Относительно прошлого года, конечно, есть результаты на территории Черкея. Люди уже понимают, что надо развиваться, что и большими шагами надо подниматься по этой карьерной лестнице, скажем так, туристического. Но в прошлом году, например, у нас здесь не было гостевого дома, ресторанов, кофея не было. В этом году, слава богу, появились. В этом году есть новые какие-то катера. Есть ребята, которые получили документы на катер. Но я очень надеюсь, что в следующем году мы уже относительно этого года наведем порядок и мы будем готовы к тому потоку туристов. Также мы администрацией села определяем ребят, которые будут рассказывать про историю данного села, Черкея, туристам. Планируем также общий пирс построить, поставить на берегу, чтобы на берегу находились только те катера, у которых есть правоустанавливающие документы. Мы всегда рады принять туристов, недовольны, я уверен, что никто не выйдет отсюда. Но учитывая этикет, одежда, манера спиртных напитков, чтобы здесь не было. По результатам рейда выяснилось, что полный комплект документов был только у 10 судов. Однако составить пришлось 9 административных протоколов на сумму более 100 тысяч рублей. Плав средства временно побудут на берегу до полного устранения выявленных недостатков. У нас тут ежедневно пост организован инспекторами ГИМС, Главного управления МЧС России по республике Дагестан, где под всем вопросом жители, туристы или владельцы маломерных судов могут к ним обращаться. Ежедневно у нас 3 человека инспекторского состава здесь будут. Также это мероприятие, которое сегодня проходило, у нас будет проходить по субботу включительно. То есть в таком объеме, в таком количестве. Это 15 человек в Росгвардии, 15 человек инспекторов ГИМС, транспортная полиция, Министерство туризма. Ну, в принципе, работу ведем. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакский район. В Миннации Республики подвели итоги конкурса по поддержке лиц, работающих в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в сети интернет. В заявки на участие подавали сотрудники региональных СМИ, общественники и блогеры. Конкурс – часть комплексной работы, проводимой в Дагестане в сфере антитеррора и профилактики экстремизма. Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт по заказу Миннация. Награждал победителей руководитель ведомства Энрик Муслимов. Призером в пяти номинациях – ТВ-программа, радиопрограмма, видеоролик, публикация в СМИ и публикация в сети интернет, вручили дипломы и денежные премии. Среди отличившихся в своих номинациях были и сотрудники телеканала ННТ, а также радио Ватан и портала Ислам Даг. Вообще телеканал ННТ уже давно ведет профилактику идеологии экстремизма, терроризма, независимо от того, есть конкурсы, нет. Но когда проводятся конкурсы, когда есть какая-то возможность, чтобы финансово поддерживать тот или иной проект, это особенно приятно. И я с большой радостью поздравляю наших коллег и радио Ватан, и других по медиахолдингу нашему с победой в этих конкурсах. Конкурс открыт для любых. Не обязательно это должно быть телевидение или радио. И больше желающий может принять участие. И поэтому, мне кажется, что чем больше людей в дальнейшем будет узнавать об этом конкурсе, чем больше людей будет участвовать, тем лучше. Потому что взгляды у всех разные. Может быть, кто-то, какой-нибудь обычный парнишка где-нибудь, который живет дома и пробует себя блогером, может дать какой-то такой уникальный материал, который действительно будет иметь успех среди молодежи. Автопробег 250-летию со дня рождения Мухаммада Яракского прошел в Дагестане. В акции приняли участие сотни людей со всей республики. Кульминацией мероприятия стало посещение места захоронения праведника и проведения маджлиса алимов. Продолжение темы. Сюжет Хамзу Нурмагомедова. 150 машин автоколона движется в Саграталь, в горное село, где похоронен выдающийся мыслитель, ученый и наставник трех великих имамов Дагестана, Мухаммад Яракский. Посетить место, где похоронен праведник, приехали сотни людей со всей республики. Большая часть из Южного Дагестана, откуда и был родом шейх. Мы, сплоченные вместе, весь Юждаг, Ахтунский район, Саламиджах, приехали именно сюда, на Сагратале, где его похоронили. Поэтому хотим сказать Баркала, Джамата, Сагатла, что нас так встретили. У могилы праведника прочитали строки священного Корана и возвели мальбука Всевышнему за благополучий мир в Дагестане. Мухаммад Яракский – это великий мыслитель, ученый. Мы до сих пор изучаем его труды. Он нам показал, каково должно быть отношение мусульмана к своей религии. Глубина веры. Вот вера – это основа, которую он нес, как знамя, которое поднимал. Мы спустя столетия вспоминаем и возвращаемся к учению Мухаммада Яракского. Он непростой человек. Он шейх из шейхов, Мухаммад Яракский. Мухаммад Яракский был учителем имама Шамиля. Он преподавал уроки имама Шамиля. Вот имам Шамиль, мы все знаем, какой человек, что за человек. Это все от Ярака Мухаммада всего. И вот с дедушкой мы разные зиярты посещали и будем посещать, иншаллах. И это важно для всех молодежи, чтобы знали, что такое ислам. Наследие Мухаммад Яракский оставил величайшее. И нынешние потомки продолжают его путь, обучаясь в религиозных учреждениях и распространяя полезные знания. Я пошел по высопам. Он также был хафизом. Он Коран выучил, если не ошибаюсь, 60 лет. Так что хочу сказать, чтобы все южаги спали мадрасса. Потому что сейчас нам нужны алины. После зиярта в Джума мечети села Прошума Джли Салимов. В ней ученые-богословы, проповедники и представители власти рассказывали о духовном наследии шейха. Это событие имеет огромное значение не только для села Сагратль, но и всего Гунибского района, и всего Дагестана. Это именно то, что сегодня укрепляет дружбу между народами и братские отношения между народами Дагестана. Мухаммад Яракский был выдающейся личностью, выдающимся ученым. В завершении маджелеса всех угостили вкусным обедом. Мероприятие планируют сделать традиционным и проводить ежегодно с привлечением большего количества людей. Для нас стало доброй традицией приезжать сюда в Сагратль, место, где захоронен шейх Мухаммад Алиараги. И раньше приезжали, а вот в прошлом году тоже мы приезжали таким большим количеством людей. В этом году уже 250 лет со дня рождения получается Мухаммад Алиараги. Поэтому у нас есть череда мероприятий, которые мы собираемся провести. И начали именно с автопробега, потому что это место, которым он захоронен, место, которое он проводил последнее время своей жизни. Поэтому решили именно начать с этого, поскольку и гунибский братский народ нас здесь ждал. Мы сюда приехали, они нас встретили. Достаточно большое количество, более уверенно можно сказать, около 150 машин сюда приехало. Поэтому люди встретили, рады нам. Мы тоже рады этих братьев видеть. Даже постараемся почаще, больше, чем раз в год приезжать сюда и проводить такие мероприятия совместно с нашими братьями из гунибского района. Хамза Нурмагамедов, Салим Алискеров, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Сагратль, Гунибский район. И о спорте. Боксер Заур Абдуллаев проведет 17-й поединок на профессиональном ринге. Бой дагестанского спортсмена против мексиканца Джованни Стафона в акт сглавит 11 сентября турнир Лиги RCC Boxing Promotions в Челябинске. Абдуллаев – обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC Silver в легком весе. В последнем бою в феврале этого года 28-летний боксер из Каспийска нокаутировал венесуэльца Хорхи Линареса. Всего на счету Абдуллаева 16 побед при одном поражении. Его оппонент Джованни Страфан провел в своей карьере 29 боев и в прошлом году он был обладателем титула по версии IBO. Вход на матч «Динамо» с Кахабаровск будет бесплатным. Эта игра шестого тура первой лиги пройдет в ближайшее воскресенье на Каспийском стадионе Анжа-Арена. Начало матча в 19 часов. На официальном сайте «Динамо» объявлено, что вход на очередной домашний матч команды будет свободным. В перерыве игры зрителей ждет уникальное событие. Канатоходец Камиль Мамаев пройдет над Анжа-Ареной между двумя противоположными трибунами. Свой проход выходец из-за ула ЦОВКРА-1 Кулинского района посвятит болельщикам «Динамо». Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok